Всем привет! Прошу прощения за то, что так долго не выкладывал уроки, ездил в E-CAD по работе, настраивал очень много интересных технологий. Сейчас готов продолжать. Значит, у нас тема 105.2 по экзамену L-PIC, по подготовке к L-PIC, которая называется у нас работа с баш-скриптами. Мы разобьем на несколько частей, чтобы было попроще. Первая часть у нас будет простая, создадим простенький баш-скрипт и поглядим, какие настройки для него можно задать. Тема 105.2, значит, разбираемся с азами создания любого баш-скрипта. L-PIC у нас так ставит задачу студент, должен разбираться в существующих скриптах, редактировать их и писать свои какие-то баш-скрипты. Мы в этом уроке разбираемся с тем, что такое командный интерпретатор и вспоминаем различные возможности, которые можно указать, можно сделать для любого файла, в том числе исполняемого, при помощи команд, которую мы уже раньше изучали. То есть слайд у нас, в принципе, всего один. Значит, есть такой символ шибанк, даже это не символ, это два символа, решетка и восклицательный знак. Два этих символа говорят о том, какой интерпретатор будет выполнять тот скрипт, который мы написали. По умолчанию мы с вами сейчас говорим о баш-скриптах, поэтому любой скрипт у нас будет начинаться с символов решетка, восклицательный знак и путь к оболочке баш. Напоминает то, что у нас куча есть различных оболочек, t-shell, c-shell и так далее. И если мы хотим, чтобы у нас какой-то другой интерпретатор выполнял наш скрипт, мы здесь указываем путь к другому интерпретатору. Мы можем, например, даже здесь указать путь к перлу, и перл будет у нас выполнять наш скрипт. В любом случае, наши баш-скрипты, для чего нам нужен этот шибанк? Он нам говорит о том, что какой бы системе я не запускал бы скрипт, в любом случае этот скрипт будет запускаться с помощью баша. Потому что у баша есть свой синтакс, свои настройки и так далее. Просто решетка, это я вам напоминаю, говорит о том, что строка закомментирована. То есть любая строка, начинающаяся с решетки, не считывается интерпретатором. Мы там можем писать для себя какие-то комментарии, пометки. Это все не имеет никакого значения для интерпретатора. И две команды, с которыми мы уже сталкивались раньше, это команда chown, change owner, которая позволяет нам снижить владельца файла. Команда change mode позволяет нам изменить права доступа к файлу. И еще мы с вами сейчас вспомним, что такое suite bit. Это бит, который нам позволяет запускать все файлы с правами владельца этих файлов. Вот она наша родная Ubuntu. Мы находимся в домашней нашей папке. В ней есть куча каких-то подпапочек. Нам сейчас это все не важно. Мы создадим простейший скрипт. Запущу я редактор V. И этим редактором V скажу, создай, пожалуйста, скрипт, который будет называться ifscript1. И мы теперь можем пользоваться как бы редактором, писать в нем. Кто не помнит, ссылочку на V я вам дам, как им пользоваться. Значит, как я и говорил, все начинаем с символа shibank, который говорит нам о том, какой будет запускаться командный интерпретатор. Мы пишем с вами bash скрипт и путь к bash у нас находится здесь. Для тех, кто не помнит, что такое bash, чем он отличается от других скриптов, тоже ссылку я вам даю. Значит, можем опять же использовать символ решетки и написать в любой комментарий. Какой-нибудь question script. Ну, это, конечно, нам ничего не дает особенного такого понимания. Ну, вот такой вот скрипт. Команда echo задает нам вопрос какой-нибудь. Например, ты голоден? Понятно, просто вывод. Я вам в следующих уроках напишу, что значит, какие команды в этом скрипте. Сейчас просто за мной это перенаберите, кто решит за мной повторять. Считать значения. То есть скрипт у нас считает все, что мы ему напишем в ответ на наш вопрос в командной строке. И пишем если. В квадратных скобках пишем условия. Что такое знак доллара. Все это я вам покажу. Пишем равен. С. Давайте с большой буквы напишем. Тогда. То есть все просто, как в английском языке. Пишем. То есть если да, я отвечаю на вопрос. Голоден ли я? Я отвечаю. Ну, тогда не знаю. Make some dinner. Советую самому себе покушать. Приготовить. Else. Если отвечает все, что-то другое. Тогда. Эхо. Continue, например, working. Продолжай работать. Хи. Говорят о том, что final. Скрипт будет завершен. Escape. ZZ. Написали такой скрипт. Давайте я вам катом еще раз покажу. Сейчас простенько проведусь по нему. Значит, простой скрипт запускает командный импультатор bash. Команда импультатор bash дает нам в командную строку. Выводит нам вот такой вот текст. То есть эхо. Команда. Она пишет нам. Are you hungry? Надо было простенький знак в конце поставить. Я что-то тут протупил. После чего ждет, что мы введем. После того, как мы ввели какой-то ответ, она проверяет. Если этот ответ равен yes, тогда у нас выходит, работает вот эта вот команда. То есть выводит этот текст. В другом случае у нас работает вот эта команда. То есть выводит этот текст. Такой простой скрипт. То есть у нас есть какая-то строчка, считывается значение, а потом простой if. Если условие, тогда это в другом случае это закончить скрипт. Такой простенький скрипт. Сейчас даже с ним особенно разбираться не будем. И вы видите то, что у нас появился файл такой. If script 1. Напоминает то, что у нас по умолчанию, вот мы видим права. Видим то, что все файлы создаются согласно маске по умолчанию без прав выполнения. То есть есть права на чтение, запись, чтение, запись и на чтение. Выполнения нет. Для того, чтобы у нас появились права выполнения, то есть для того, чтобы превратить этот файл в исполняемый, мы пишем, что пользователю, то есть владельцу, добавить права исполнения, executable, файл if.script1. Проверяем снова ls-n. Видим то, что файл поземенел у нас. Это настройки баша. И появилась буковка x. То есть файл мы сделали исполняемым. Напоминаю опять же то, что у нас был урок, который говорил о том, что есть такая переменная path. Я вам просто напишу вот эту переменная path, которая у нас содержит в себе кучу различных настроек, в частности еще содержит в себе настройки того, где искать исполняемые файлы. И поэтому, если мы с вами перейдем, например, ну просто скажем, выполнить команду if.script1, она скажет, оболочка наша, что команда не найдена, потому что у нас, наш домашний каталог полинцеля не входит в те места, где по умолчанию ищутся исполняемые файлы. То есть если мы хотим, чтобы этот исполняемый файл запускался по своему простому обычному имени, нам нужно подредактировать переменную path или этот скрипт перенести в те места, откуда можно запускать исполняемые файлы. Если мы с вами запустим if.script через его путь, напоминаю, .slash – это путь в текущую папку, то есть точку у нас заменяет полностью весь путь home, users и мое имя пользователя. Почему я users сказал, я не знаю. И вот, собственно, как работает скрипт. Пишу я нет, и у меня неожиданно синтаксис первого произошел. Ну, неважно, мы с этим скриптом сейчас еще поработаем, но увидите то, что теперь скрипт сработал. Мы его починим. И еще один момент я вам тоже напоминаю, то что у нас есть еще такой бит, SUID, который позволяет всем пользователям запускать скрипт от имени владельца этого пользователя. Мы с вами уже смотрели это. Давайте я вам напомню, есть у нас пинг, такая утилита, которая у нас может проверять связь с другими узлами. И видите то, что для нее вот здесь установлен не X, а S. Это я все напоминаю, мы это проходили. Говорит о том, что установлен SUID бит. То есть любой пользователь, который будет запускать эту команду, он будет ее запускать с правами владельца. Владельца полные права, и владельца является root. Так как мы знаем то, что утилита ping потенциально абсолютно безопасная, она просто проверяет связь, мы можем спокойно этот бит на нее ставить, и, соответственно, тогда у нас будут с вами все пользователи запускать ping от имени root. Это нужно в частности, потому что бывает, нужно низкоуровнивать доступ к аппаратной части. Ping это делает все безопасно, и поэтому к пингу мы разрешаем это делать. То же самое, если мы хотим, чтобы для нашего скрипта и в скрипт 1, давайте я вот сейчас его с MSM покажу, чтобы любой пользователь мог его запускать с правами владельца, потому что сейчас вы видите то, что у меня только владелец может запускать этот файл, то есть для него он является исполняемым. Для группы владельцев это только чтение и запись, все остальные могут только чтить этот файл, запускать его никто не может. То есть если я хочу всем разрешить запускать этот файл, я могу установить тот самый SUID бит. Для того, чтобы установить этот SUID бит, мы говорим пользователю добавить SUID бит на файл и в скрипт 1. И теперь, если мы допустим Ls-L, мы видим то, что настройки баши говорят, что у нас скрипт стал красненьким, то есть потенциально небезопасным, и видим то, что появился вот эта буковка S появилась. И теперь все пользователи будут допускать его с правами владельца, соответственно, все смогут запускать этот скрипт. Такая команда. Нам в принципе-то это не нужно совершенно, поэтому этот бит уберем. Проверяем. Все прекрасно. Немножко я накосячил скриптом. В следующей части я разберусь, в чем была ошибка и поправлю. Краткое подведение итогов. Значит, у нас есть скрипты башевые, которые начинаются обязательно с символа решетка, восклицательный знак и путь к командному интерпретатору. В нашем случае это путь bin-баш. То есть он указывает на исполняемый файл баш, который будет выполнять эту команду. Простая решетка в тексте скрипта, если с него начинается строка, то эта строка интерпретатором не считывается. Это просто комментарий какой-то для нас пометка. Дальнейший текст скрипта мы сейчас с вами не разбираем. После того, как мы создали скрипт, нам нужно, собственно, его из текстового файла сделать скриптом. В Windows мы бы меняли расширение, например, с .txt на .bat, или .cmd, или .ps1, если бы у нас был Павел Шевловский скрипт. Здесь мы просто указываем права исполнения на файл, и тогда файл становится исполняемым. запускаемым. Если мы хотим, чтобы пользователи у нас запускали файл от имени владельца этого файла, то есть справа ли владельца файла, мы устанавливаем suid.bit.